Немножко подустали, и я заметил, что уже к концу служения я даже не чувствую уже ногу, как будто немножко подлетел. Спасибо огромное, во-первых, хотел сказать каждому члену церкви, спасибо вам большое, что вы тут есть, потому что вот я уже послал третье воскресенье здесь, и каждое служение, оно трансформационное. Спасибо огромное. Хотел, да, немножко о финансах и прочитать на основании Марка, 12 глава, 41-44 стихи, и там так написано. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Вот мы с женой, с Наташей, являемся в церкви учителями воскресной школы. Я недавно деткам в воскресной школе показывал мультик, как раз эту сцену. И знаете, там богатые люди не просто вот клали, а вот знаете, на показ. Так раз, там мешочек такой, и они такие смотрят, вот как. Чтобы удивить друг друга, да, сравнивали себя с кем-то. И согласитесь, не этого ожидает от нас Господь, когда хочет от нас вот это служение. Дальше. «Придя же одна бедная вдова, положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клаш их сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она откуда своей положила все, что имела, все пропитание свое». Аминь. И знаете, вот перед тем, как будем совершать вот это служение десятины пожертвований, давайте подумаем об этой часто неоднозначной для христиан многих и теме. Насколько важна тема десятины в церкви, в отношениях с Богом. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, это вот стих, да, «Сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». И знаете, вот для меня это, то есть смотрите, он останавливается, обращает внимание и знаете, и даже считает, сколько каждый из нас кладет. Будем помнить об этом. Но Богу не нужны финансы, все деньги мира принадлежат Ему. И Иисус смотрит на сердце, насколько цены тебе вот эти вот материальные ценности по сравнению с духовными. И важно не начинать экономить на нем. И знаете, мы также церковь в Нижнем Новгороде, у нас 60 членов, тоже семейная церковь. И получается так, что у нас никогда не было своего помещения. Мы собирались сначала в Доме культуры, потом собирались в кинотеатре, потом снимали небольшое офисное здание. И нету какой-то поддержки там из-за границы. Помните раньше, особенно в 90-х годах, когда американцы спонсировали сильно, и у меня дедушка так построил огромную церковь в Нижнем Новгороде. А в нашей церкви нету каких-то вот богатых людей, обеспеченных. Обычные, то есть, ну, работяги, можно так сказать, да. И потихонечку-потихонечку как-то однажды пастор выходит, ну что, мы собрали уже вот за там 7 лет 4 миллиона рублей, а осталось еще там буквально 2, и вот давайте вот, ну, поднажмем. И знаете, это чудо для меня произошло, я не знал, что такое бывает. Мы за 2 воскресенья буквально вот эту сумму как-то нашли. Знаете, он пришел, принес, я принес как-то вот из-за граммов, и никто не обеднел на самом деле. Я, ну, тоже, честно скажу, выложил хорошую сумму, но я посмотрел, что никак не повлияло это на мое благосостояние. Да. И я к чему это? Что у бога достаточно людей в церкви, которые смогут позаботиться о его служении. Но для чего-то бог дает тебе такую возможность поучаствовать в этом служении. И последнее хотел сказать, знаете, вот есть такая книга из Фирь. И герой, и дядя Мордахей сказал ей тогда, не для того ли бог поставил тебя так высоко, чтобы ты использовала ресурсы для божьего дела. И знаете, она согласилась, защита пришла в народ божий, и она ничего не потеряла. Да. Если ты верен в десятине пожертвов на постоянной и ежедневной основе, то результат увидишь быстрее, чем ты думаешь. Защита придет, и все, как написано в Малахии 3 глава, осуществится. У нас в церкви обычно мы так предлагаем. Возьмите свои десятины пожертвований, которые вы взяли. Если хотите, можем так же это сделать. И будем молиться. Я предлагаю подняться, а я буду молиться. Бог Отец, мы принесли то, что принадлежит тебе. Десятина не принадлежит нам, десятина принадлежит тебе. Мы с готовностью от чистого сердца с радостью приносим эти финансы. Для твоего дела нам необходимо благословение твое. Мы хотим, чтобы наша жизнь и наша судьба были защищены во имя Иисуса. Мы хотим, чтобы все обетования и все пророчества, которые когда-либо звучали в нашу жизнь, исполнились до последней. Благодарим за обеспечение твое. Благодарим, что мы можем принести больше десятины. А значит, и у нас останется многое. Прими эти десятины пожертвований как знак благодарности и знак верности тебе. Мы любим тебя и поклоняемся тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.